Продолжаем выпуск. Глава региона Айдарбек Сапаров с рабочим визитом посетил село Волошенко и сельского района. Там он проинспектировал работу социально значимых объектов, а после встретился с местными жителями и выслушал их проблемы. Чего не хватает в селе для комфортной жизни, расскажет Илья Кудряков. Первой остановкой главы региона стала Волошинская средняя школа. Обучается здесь около ста ребят. В ходе визита Айдарбек Сапаров поручил местному аграрию помочь благоустройстве прилегающей территории. Также Акимобласти проинспектировал и работу в врачебной амбулатории. Медицинские услуги здесь оказывают не только местному населению, но и близлежащих сельских округов. Отмечу, что дефицита кадров здесь нет. В прошлом году за счет местного ТО провели капитальный ремонт. И последней остановкой стала пожарная депо, которую открыли по инициативе руководителя агропредприятия Пушкинская. На вооружении имеется две единицы техники, на дежурство заступает три человека. Глава региона подчеркнул, что такое формирование нужно иметь в каждом хозяйстве. После небольшого объезда Айдарбек Сапаров встретился с жителями Волошинки и выслушал доклады местных Акимов. В состав Волошинского сельского округа входит три населенных пункта. Село Волошенко, село Ивана Петровка, село Лузенко. С численностью населения 915 человек. Самозанятое население по округу 68 человек, из которых молодежи 11 человек занимаются разведением личного подсобного хозяйства. Безработных по округу два человека. Уровень безработицы составляет 0,4%. На территории сельского округа функционируют четыре агрофомирования. Это два ТО, одно КХ и одно ФХ. Самым крупным ТО в районе является Пушкинская. На сегодняшний день в распоряжении агрария имеется 18 тысяч гектаров сельхозугодий. На предприятии трудится 162 человека. Средняя заработная плата по итогам 2022 года составила 215 тысяч тенге. Несмотря на развитое растеневодство с животноводством, здесь проблема, из-за чего в зимний период местные жители вынуждены сидеть без работы. Руководители есть, хозяйство сильное, работа есть, люди в принципе работают, но только в растеневодстве и часть немножко животноводства. Просьба, Николай Петрович, все-таки молочную товарную ферму надо построить, чтобы люди там работали. Круглогодичное, стойловое содержание, круглогодичная занятость, хорошая зарплата, будете заниматься кармопроизводством. Потом все-таки социальная ответственность бизнеса. Для своих людей, сильных передовиков, кто хорошо работает день и ночь, пашет, для них, может быть, новые дома уже пора строить, воду проводить туда. Все эти вопросы надо тоже потихоньку решать. У нас в некоторых хозяйствах руководители вот так и решают такие методы. После небольших отчетов глава региона выслушал и проблемы, с которыми изо дня в день сталкиваются местные жители. Одна из них – это нехватка пастбищных угодий. Практически в каждом дворе имеется личный скот, но заготавливать сено на зиму попросту негде. Да и к тому же летом с выпасом возникают проблемы. Вопросы по пастбищам мы отдельно еще приедем к комиссии, определим, какое поголовье, по какой схеме организованная пастба скота будет рассмотрена. Еще одна проблема – это некачественная сотовая связь и отсутствие интернета. Местные жители отмечают, что возле вышки все работает исправно. Но вот на окраинах населенного пункта связь не ловит, а интернет поймать и вовсе невозможно. Глава региона поручила решить эту проблему в кратчайшие сроки. Еще одна проблема касается работы детского сада. По словам местных жителей в прошлом году он не работал, из-за чего родителям не удавалось выйти на свою работу. Воспитатель была в декретном отпуске, а замены нет. Айдарбек Сапаров поручил решить эту проблему. Садик должен работать каждый день. Аким района заверил, что недоработки устранили, и этим летом детский сад будет работать в штатном режиме. Кроме того, для занятости населения глава региона напомнил о программах государственной поддержки. У каждого заинтересованного сельчанина есть возможность взять льготный кредит по 2,5% годовых для развития своего бизнеса. В залог аграрной кредитной корпорации предоставляется дом.